Дорогие друзья, участники Международной конференции воспитания и обучения детей младшего возраста, сегодня мы с радостью презентуем вам новое интервью. Сегодня мы беседуем с Ольгой Евгеньевной Венецкой, кандидатом педагогических наук, проректором и руководителем инновационных площадок Международной педагогической академии дошкольного образования и экспертом дошкольного образования Российской академии образования. Ольга Евгеньевна, здравствуйте! Здравствуйте! Уважаемые друзья, Ольга Евгеньевна выступит руководителем научной секции «Здоровье и физическое воспитание детей дошкольного возраста». Ольга Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, почему возникла необходимость собрать такую секцию в программе конференции? Ведь физическое развитие и занятия физической культурой в детском саду успешно реализуются, существуют программы, дети занимаются по ним, а педагоги их успешно реализуют. Подскажите, для чего нужна секция и какую полезную информацию она принесет участникам? Спасибо большое за вопрос, потому что на самом деле эта ситуация актуальна. Актуальна она и потому, что здоровье и физическое развитие – это основа развития ребенка вообще. И актуальна в силу сегодняшней ситуации в образовательной деятельности любой дошкольной образовательной организации. Физическое развитие, наверное, как и все образовательные области дошкольного образования, реализует разные парциальные и является составом комплексной образовательной программы. И в них уже в соответствии со стандартом прописаны задачи, средства, способы и методы. Однако, как-то вот традиционная ситуация, связанная с созданием среды физического развития ребенка, для самостоятельной деятельности, для инициативы детей, организации, развивающейся среды на занятиях физической культуры, она больше ориентирована на традиционные способы организации физкультурных занятий. И если наблюдать за дошкольными учреждениями, то мало что меняется в ситуации физического развития детей дошкольного возраста. Но в то же время в науке и в практике тоже начинают выходить новые концепции организации двигательной активности ребенка. И очень бы хотелось, чтобы сегодняшняя практика ознакомилась не только с технологиями, а инновационных технологий достаточно много, но и глобальными подходами к организации физического воспитания детей, создании условий для проявления ребенком двигательной активности по собственной инициативе. И вот здесь есть такие концепции, как свободная деятельность, обогащение двигательного опыта, формирование личной культуры физической активности ребенка. И хотелось бы, чтобы дошкольники узнали, публично были представлены эти концепции. И, исходя из каждой из них, могли определить свою позицию в нововведениях, инновациях образовательного процесса, ориентированном на физическое развитие. И, может быть, реализовывать какой-то свой профессиональный потенциал, потому что педагогов-новаторов сегодня очень много в системе дошкольного образования. Вот скажите, пожалуйста, это будут результаты больших исследований, или это будут конкретные какие-то проекты, конкретные кейсы, случаи, результаты использования определенной технологии или оборудования в детском саду? Может быть, вы немного информации дадите о том, кто именно и что именно презентует? Ведь существует концепция преподавания предмета физическая культура, которая министерством опубликована в 2018 году. Вот вы упомянули уже о физической культуре личности, например. В концепции это очень отчетливо прописано, и вместе с этим введено еще очень много новых идей, требований и определений. Ну, помимо концепции и основы концепции, составляет закон о физической культуре и спорту в Российской Федерации. И много документов правительства и образовательная политика сегодня ориентирована на личность человека. А рассматривать личность человека без контекста физической культуры, как культуры общества, культуры каждого индивида невозможно. Поэтому в культуре, конкретно в физической культуре, ценность – здоровье, здоровый образ жизни, собственное поведение, ориентированное на сохранение и укрепление здоровья. Сегодня не секрет, что в обществе все больше появляется детей, имеющих те или иные проблемы. И поэтому присвоение тех или иных способов, которые позволят ребенку быть относительно здоровым и поддерживать свою двигательную активность – это, в принципе, является приоритетом в физической культуре. Мы свою секцию составили так, я ее веду, не одна. Ее ведет Егоров Батор Борисович, тоже кандидат педагогических наук. Он возглавляет ассоциацию дошкольных работников, которые на сегодняшний день все больше активизируют свое движение. И Батор Борисович тоже занимается вопросами, всегда занимался вопросами физической культуры. У него есть собственные учебники по физической культуре. Он руководит нашей секцией. А в секцию мы пригласили ученых, практиков, которые смогут показать и свой опыт, и свои исследования, и свои достижения в разработке подходов к физической культуре. Например, Щербак Александр Павлович, кандидат педагогических наук. Он работает в Ярославском педагогическом университете. Он показывает концепцию формирования личности ребенка в процессе освоения ценностей, позиций физической культуры. И ориентирован, конечно, он в своих выступлениях на детей дошкольного возраста. А, например, Ошкина Алла Анатольевна, кандидат педагогических наук. Она является доцентром кафедры дошкольной педагогики в Тольяттинском государственном университете. Расскажет об опыте обогащения двигательной активности ребенка в процессе реализации образовательной области физического развития. Но инновационный опыт тоже присутствует в нашей секции. О нем будет рассказывать Сергей Владимирович Плохотников, который представит концепцию физкультуры 3D, или она называется «Физкультура про другое». То есть здесь совершенно разные подходы и исследований, и опыт, и концептуальные возможности. И, конечно, будет выступать Светлана Степановна Прищепа, которая, Семеновна, извините, которая будет рассказывать о включении родителей в образовательный процесс, формировании у ребенка позиций, отношения, поведенческой принадлежности к физической культуре. Потому что мы знаем, что без родителей сегодня образовательный процесс вообще не имеет места быть, так как дошкольный возраст – это всего 4 года, а всю остальную жизнь ребенок все-таки в семье. И приоритеты родителей, семейные приоритеты к физической культуре для формирования личности играют огромнейшее значение. Поэтому здесь собраны разные подходы, и мы очень бы хотели представить их нашим участникам, и, конечно, планируем получить от них обратную связь. То есть мы ждем вопросы, чтобы секция была активной, чтобы она принесла пользу. Каждый должен в ней поучаствовать, и каждый должен непонятное спросить, что-то интересное подтвердить. То есть мы ждем к активному участию наших участников. Спасибо большое, Ольга Евгеньевна. Дорогие друзья, не знаю, как у вас, а у меня после выступления Ольги Евгеньевны сложилось понимание о том, что физическая культура в детском саду уже давно способна выйти за грани спортивного зала и маленьких детишек в белых маечках, чешках и черных шортиках. А физкультура, она действительно про другое, она и про психологию, она и про формирование личности. Я думаю, что эта секция ориентирована, конечно же, не только на преподавателей, тренеров по физической культуре в детском саду, а на широкий круг специалистов. Как и сказала Ольга Евгеньевна, мы ждем ваши вопросы, секция будет интерактивной, вы можете задать вопросы в чате, и спикеры обязательно на них ответят. Секция пройдет с 10 до 12 часов 12 декабря. Мы будем рады видеть всех вас, регистрируйтесь на конференцию. Всего вам доброго. Ольга Евгеньевна, большое спасибо и до новых встреч. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok